Здравствуйте. Ну что, давайте разберемся сначала, кто в группе риска, для кого это особенно актуально. Ну, во-первых, это люди уже пожилого возраста, на самом деле, да. Вот, ну и вы знаете, что инсульт, в принципе, как же инфаркт, он немножко помолодел. Это может быть уже в 35 лет. Вот, у кого-то, может быть, ну в 30 уже на время, я так думаю, что, но в основном 35, 40, 45, 50. Все это за то, насколько человек ведет образ жизни неправильный, так можно сказать. Так, я беру ручку, записываю. Что вы подразумеваете под неправильным образом жизни? Да, ну, во-первых, причины инсульта, это все-таки либо инфаркт, это, опять же, это питание малоподвижного образа жизни, да. Вот, у кого-то, возможно, проблемы с почками, да. Вот, ну, это также, как правило, происходит сужение сосудистые, да, атеросклеротические бляшки, атеросклероз сосудов, да. Вот, ну, то есть, причина вся в том, что мы много чего-то едим, жирного, да, и холестерин, в принципе, откладывается, да, вот, повышенный. Либо мы мало двигаемся, в принципе, тоже, чего плохо. Ну, и самый оптимальный вариант, конечно, для сосудов, для разрушения, это, наверное, табакокурение и алкоголь. Алкоголь очень сильно разрушает сосудистую. Очень многие товарищи, которые в какой-то период времени выпивали, выпивали, потом даже если резко бросили, все равно сосудистая немножко, она стала гораздо хуже. Ну, это причина не только инфинктов, это очень многие, многие болезни, причины. И все-таки поговорим тогда, как с этим бороться. Кроме физических каких-то нагрузок, вы упомянули про питание. Да, ну, питание-то, конечно, да, опять же, мы возвращаемся к щелочной среде, потому что именно щелочь нейтрализует жир в организме, да, вот. Это жирная пища в основном, вот люди любят, там, шашлычки поесть, там, мясные, да, вот, жареные, да, 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 все правильно, да. Холестерин спрашивает. Да, то есть перекусить, там, опять же, это же все же, те же мантры, булочки с мясом, это же все же в тести получается. Бельшины. Да, с другой стороны, это, конечно, вкусно, приятно, но, увы, если, в принципе, много их питания, много есть, в принципе, и регулярно кушать, я думаю, что, да, проблемы возникнут. Но дело в том, что надо перейти просто-напросто, знаете, на овощную среду, потому что именно овощи, в принципе... Кстати, вегетарианцам вы предлагаете? Да нет, не надо вегетарианцам быть. Только в среду. А, по средам? Вегетарианцам? Нет, нет, нет. Нет, знаете, вот, честно скажу, я противник вегетарианства вообще. Да, должен быть небольшой кусочек маленький мясо, к примеру, пускай он будет вареный, пускай он будет на пару, да, и немножко какой-то овощной салат, к примеру, да, это самый оптимальный вариант. Все, вот, если даже в таком ракурсе питаться, я думаю, что это уже большая профилактика. Ну, вот борщ, там есть вареное мясо, и там есть же и овощи, капуста, картошка, свекла. Правильно, Настя, а там есть еще, знаете, что? Свекла, а свекла чистит сосудистую систему. Свекла очень полезна для сосудов. Полюбить свеклу? Да. Салат свеклу очень приятный, кстати, в момент. То есть, салат берут, сейчас скажу, немножко чесночка туда, да, немножко сыра, немножко сыра, маленькое количество майонеза заправляют туда, все перемешивают, очень приятный вкус салат. Это получше салат вообще. Салат свекла. Ну, естественно, да, да, да. То есть, я хочу сказать, что питание, конечно, налаживать обязательно. И побольше обильного питания, естественно. И вы знаете, как ни странно... Что значит обильное? Обильное питание, то есть, надо побольше употреблять жидкости. Может, обильное питье вы хотели сказать? Питье, да, да. Вода. Вода – это спасение для нашего организма. Вот, но опять же, человек, если не двигается, идет скопление жидкости, а если он двигается, потеет, значит, обменные процессы все что? Все, если вы начинаете много пить, вам нужно еще и много двигаться. Если вы будете сидеть на месте и много пить, вы лопнете, правильно? Ну, конечно, да, да. У нас инсульты бывают и шимические, и геморрагические, да. Инсулин, ой, инсулин, говорю. Инсульт, который и шимический, это, как правило, закупорка сосудистая идет, а геморрагический – это уже разрыв сосудистый и кровоизлияние, допустим, в головной мозг, примерно. Ой, ой, как все страшно-то. Да, то есть я в свое время когда-то проработал, ну, пока учился в мединституте, именно вот в реанимации с инсультниками, да, и я хочу сказать, что, ну, на самом деле, неприятно это такое зрелище. В основном люди риска, они, наверное, возрасте очень полные, как правило, вот, и возрастные – это 60-70 лет, где-то 50 лет, так вот, скачет, да. Вот, конечно, жалко всех, с одной стороны, но с другой стороны, я вот сколько проживаю семинар, я говорю, ну, давайте будем заниматься, давайте будем заниматься. Люди, да, конечно, мы с понедельника начнем, с понедельника начнем. В итоге не они с понедельника начали, а мы сами с понедельника начали людям продвигать здоровье. Ну, каждый сам кузнец своего счастья и здоровья, так что мы понимаем все, на ком ответственность, и, собственно, правильно делаем, да, что мы в понедельник пропагандируем свой здоровый образ жизни. Кроме свеклы, еще какие-то продукты, которые помогают предостеречься? Это огурцы зелёные, это морковка, естественно, да. Огурцы свежие, не солёные. Нет, не солёные, да. А, кстати, соль, наоборот, надо убавлять на самом деле. То есть как раз-то с натрием надо немножко его понизить. Дело в том, что лучше капусточку можно, кстати, тушеную брать. Потом овощи очень хорошо сейчас тушатся все практически. Сейчас много всяких приспособлений всеразличных, да. Вот, супчики, естественно, надо кушать. И, конечно, не забывайте, стакан кефира на ночь обязательно. Молочку на ночь, да. Да, 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 стакан кефира на ночь. И ещё с садика нас, да, приучили. Да, стакан кефира на ночь. После рекламы перейдём к физическим упражнениям. Уже обсудили, чем нужно питаться, чтобы это уберечь себя обязательно. Убираем соль, убираем жир, оставляем мясо, овощи и обильное питьё. И теперь переходим к физическим упражнениям. Вы знаете, очень хорошее упражнение есть, наверное, скакалка. Как ни странно. То есть, в принципе, она затрачивает очень минимум энергии. Вот. Но зато максимум движения. И, как ни странно, когда ты скачешь на скакалочке вверх-вниз, потихонечку хотя бы, да, вот, то идут именно дыхательные процессы. То есть вдох-выдох, вдох-выдох. Когда все упражнения выполняются на вдохе, на выдохе, обязательно что происходит? Прокачка сосудистая. Вот. Так же можно сделать беговую дорожку. Беговая дорожка есть во всех определенных залах. Вот. У нас фитнозал. Да, там можно просто спокойно идти пешком, кому тяжело. А можно просто потихонечку начинать двигаться по беговой дорожке. Вот. Можно, конечно, перейти на уличный режим. Опять же, на улице другие скажут, ой, загазованность, пыльно, я не пойду. У меня спортивной площадки нет. Все, на этом вопрос будет решен. Можно, кстати, летом перейти на велосипед. В тот же процесс, да. Вот. Ну, я всегда хочу сказать, что после любой тренировки двигательная активность всегда дает растяжка. Как позвоночника, так и сосудов. Вот. Позвоночник, конечно, если мы будем по утрам растягивать, этого достаточно. А ноги все равно надо будет вечером растянуть. Дело в том, что нагрузка на ноги идет большая. Вот. Но, опять же, если делать нагрузку на ноги, как же прокачивать сосудистую? Прокачивая сосудистую, можно, опять же, ходьба по лестницам. То есть делаем глубокий вдох, через лестнику пошли, выдох. Глубокий вдох, через лестнику, выдох. И так поднялись где-то на пятый, на десятый этаж. Потом обратно потихонечку либо спустились, либо съехали на лифту. Вот. Скакалка, в принципе, там можно прыгать по 5, по 10 минут. Ну, хотя бы каждый день. Можно через день прыгать, как угодно, да. 5 минут, это не так просто. Ну, это же с перерывами. Ты прыгаешь, запнулся, ну, дальше чуть-чуть попрыгаешь. Да, просто, да, ну, конечно, да. Не надрываться. Да, нет, начинать нужно всегда потихонечку, потому что здесь 100 метровку никто не бежит, никто с секундомером не стоит. Сделай 5 подходов по 1 минуте. Да, да. Вот тебе и 5 минут. На самом деле, я когда занимался время боксом, и мы как раз вот именно разминались именно на скакалке. Скакалка там обязательно. 10 минут, вы знаете, ты весь мокрый, просто. А, Саш, тебе это жалко, ты в квартире, ты не попрыгаешь, тебе на улицу придется выходить. Да, да. С моим парнем. Большой мальчик. Да, да, да. Да, ну и получается, что скакалка, конечно, это хороший вариант. Вот, опять же, многие прыгать, опять же, не умеют. Опять же, скажут, ну, вот мы прыгать не умеем, что нам делать? Да можно без скакалки просто попрыгать на месте, нет? Да, естественно, да. Можно просто подвигаться. Вот, очень хорошо, кстати, мне нравится, вот, ходьба, опять же, с палочками по улицам, которые вот сейчас люди ходят, да. Она же скандинавская ходьба, но все время нужно не забывать, глубокий вдох, маленький выдох, глубокий вдох, выдох. Когда мы делаем вдох-выдох, прокачиваем сосудистую. Очень хорошо ходить раз в неделю в бассейн. Вообще, самый оптимальный вариант, нагрузки на суставы, на позвоночник нету, плавайте не хочу. Вот, можете плавать по 10 минут. У бортика постояли, отдохнули, опять по 10 минут. Глядишь, 40 минут пролетело, прям как это. Вот, и плюс, наверное, то, что плавать, наверное, очень хорошо, конечно, нам еще ходить на природу. Особенно в леке, естественно, да. Потому что многие не бегать, не плавать, не ходить. Вот, может из-за самочувствия, может быть и в связи из-за возраста, естественно. Лень еще есть такая. Да, я заметил, кстати, вот у меня многие девушки, которые занимаются в Пиромайском сквере, они летом у всех имеют дачу. Раз в неделю приезжают ко мне в Пиромайский сквер, я вижу, как они на огороде, в принципе, свежеют. Вот, у них и внешность, и красота, и легкость какая-то, и плюс еще гимнастика дополнительная. И я смотрю, думаю, бог ты мой. Просто зимой скучно дома, а летом-то там все соседки приезжают, у них дружку в Пиромайском сквере. Да, да, самое что интересно, там хочешь не хочешь, там поработать-то придется однозначно. Да, естественно, за три месяца, какой-то летний период, очень многие люди выглядят очень хорошо. Главное, что те люди, которые идут постоянно по выходным на отдых, они тоже отдыхают. Вот, очень хорошо даже просто вот походить по лесу, свежий воздух, ну почему бы и нет. В общем, если не можете позволить себе какие-то физические упражнения, которые требуют такой нагрузки прям, то главное много гулять. Конечно, да, я вообще предлагаю, что каждый человек вечером должен гулять минимум час-полтора, независимо от настроения, от желания. То есть вы вечером пришли домой. Депрессия, слезы, пришел гулять полтора часа. Да, позанимались своими домашними делами там, хлопотами, да, и вечером либо одни, либо с кем-то просто собрались и пошли погуляли. Если каждый день вот так вот гулять, даже по часу, по полтора, я вот уверен, сто процентов сосуды будут просто сказать спасибо вам. Спасибо, что вы их прокачали. И стакан кефира еще и на ночь, представляете? Вот дело в том, что вся пища, которая складывается за ночь, та, которая не переварялась, начинает перегнивать. Естественно, попадает, все это гниль, грязь, может попасть куда? Естественно, в кровь. Вот, опять же, результаты же нашего сосудистой. Поэтому нет, желудок, кишечник должен быть чистенький, сосуды должны быть тоже чистые, как трубы. И тогда инсультов, инфарктов, конечно, у вас будет гораздо меньше. Вот, ну, опять же, все-таки это питание. Дорогие мои, садитесь не на жесткую диету, а на нормальную диету. Вот, ну, ешьте не килограммами, а гораздо меньше. Вот, кстати, сладкое, это, конечно, это все-таки враг наш, поэтому сладкого нужно поменьше кушать. Вот, булочек белых надо поменьше есть, естественно, да. Перейти на черный хлеб, на ржановый. Но вы как часто себе позволяете выпечку? Вы знаете, я раньше ел много выпечки. Вот, и раньше я ел много сладостей, честно скажу. Ну, любите любого. И вот на сегодняшний день, как часто в вашем рационе, вы не совсем же прям отказались капитально? Нет, полбулки хлеба мне хватает дня на три, на четыре. Белого хлеба, полбулки. Либо это черный хлеб. В холодильничке храните? Нет, нет, нет. Четыре дня хлеба. На самом деле, я раньше, у меня булки не хватало на два дня, да. Вот, а здесь я просто на самом деле, ну, я не скажу, что это жесткая диета, но... Конфетку как часто съедаете? Конфеты мы едим, наверное, по выходным, как правило, за чаем. Да, а среднедель, как правило, конфеты у меня нет. Беляш. Да, мой беляшин, может быть... Допрос пошел, да? Допрос. Кстати, пиццу ем только домашнюю, беляши ем только домашнюю. Ну, в последнее время никто не экспериментирует, поэтому, увы, ни беляши, ни пиццы нету. Вот, на самом деле, я не знаю, я вот уже перестал покупать там вот эти вещи, типа чипсов, беляшей. Не знаю, ну, вот как-то уже образ жизни. В основном у меня крупы идут, гречка, рисовая каша. Виктор оздоровительной гимнастики на свежем воздухе сказал, чтобы он ест чипсы, но мы бы удивились. Ну, да, да, это странно, да. Владимир Ефремов, как всегда, по понедельникам сегодня совершили профилактику инсультов. Спасибо. Спасибо. Крутяк. Фу, я даже взмок. Думаю, что же мне про беляши-то сказать? Потому что мы салатка. Я, кстати, вот, на субботу езжу в Берс, там же постоянно же эта беляшная стоит, но эти мужики, водители, все время едят. Я ем только на Доме Совета. Ну, вы алкоголь вообще не употребляете, да, Владимир? Нет, вообще не пью. Так.